Третья игра финала и мы наконец в Далласе. Удалось ли Киду и компании привести самих себя в чувства или Бостон все эти попытки зарубил на корню? Сейчас вам расскажу, меня зовут Дмитрий Хамедулин, это все еще AllAboutNBA. Лайк с вас, подписка тоже с вас, а с нас обзор и дайджест новостей в конце. Погнали! Постоянный партнер нашего проекта и этого обзора баскетбольный магазин PutBasket. Нужны кроссовки, джерси или просто повседневная одежда с лого любимой команды? Тебе сюда. Быстрая доставка, топовое качество, ассортимент шире, чем в NBA Store. Ну что еще нужно для счастья? Ныряй скорее по ссылке в описании, тем более, что с провокодом NBA24 на 300 рублей покупки будут еще приятнее. Первые две игры прошли по очень простому сценарию. Лука Дончич играл один. Да, не без ошибок и косяков, но в атаке помощи явно не хватало. И сегодня дома, в Техасе, она наконец подъехала. Естественно, ее ждали от Кайри Ирвинга, и Австрала-американец сходу начал ее давать. Мавс очень бодро начали. Уже спустя пару минут после стартового свистка Мазула взял тайм-аут. И ведь не сказать, что помогло. Да, Бостон что-то начал забивать, но вот от привычной монолитной обороны будто не осталось и следа. Активное задействование прохода в краску, спейсинг и отказ от глупых трех дали Даусу тот самый нужный импульс, которого ранее не хватало. И так постепенно при домашних трибунах команда добилась самого большого лидерства в серии. Однако, так долго продолжаться не могло. И Бостон, который не забивал, наконец-то стал брать свое. Тейтум вышел на аванс сцену и при помощи одного из лучших шутеров со скамейки Сэма Хаузера перевел все в лишь одноочковое преимущество Маверикс. Вторая четверть не отличалась особым скорингом ни тех, ни других. Команды будто чуть устали и начали допускать ненужные ошибки. Даус, ко всему прочему, губила их главная проблема первых двух матчей. Весьма неяркая игра ролевиков. Порой те просто не брали свои броски, а если брали, то тупо не забивали. При этом кельты этим особо не пользовались. Не сказать, что крылатая фраза про равную игру и две команды, которые в нее играют тут применимо, все же и темп, и хасл были на месте. Но любителям больших щитов особо смотреть тут было не на что. По итогу ушли команды на перерыв со счетом 51-50 на табло. И вот тут началось. Вторые половины подстройки в больших перерывах то, что Мазула, как бы его и не критиковали, делать умеет. И на самом деле от него сегодня много и не требовалось. Просто вернуть все к изначальным настройкам. К активной агрессивной обороне с высокой плотностью для того, чтобы отодвинуть Даллас от кольца. И быстрое движение мяча впереди. Вуаля! Бостон так и сделал. И пошло-поехало. На фоне слаженных кельтов Маверикс выглядели, ну, просто жалко. Ирвинг и Дончич практически в одиночку делали все, пока их окружение отказывалось от того, чтобы взять бросок на себя. Будь то сложный или даже открытый. Ну, мы об этом ранее уже говорили. Селтик же выглядели и свежее, и бодрее, и уверенней. Вновь отметим огромный объем работы Холидея, который постоянно терроризировал своими катами соперника. Отметим и передачу Селтикс по углам, и оборону Брауну, и умницу Причарда тоже не забудем. Отдельно выделю и Завье Тилмана, который был призван на замену травмированному Парзингису. Несколько важных стопов и подборов его заслуга. А что же Даллас? Даллас все полагался на тех же двоих. Но только у обоих бросок выключился, а вместе с ним, соответственно, и скоринг команды. Четвертая четверть была встречена с настроем определенной доски. Казалось, что апсайда своего Даллас достиг. И казалось так не только нам, но и игрокам Селтикс. Те явно расслабились и на скамейке уже позволяли себе шутить и улыбаться. Но это финал. Здесь так нельзя. Возможно, именно так и подумали Мавс и бросились атаковать соперника. И ладно Ирвинг, ладно Лука, но наконец заработал хоть кто-то еще. Пиджей Вашингтон. Тот самый Х-фактор всего плей-офф рано Мавс дала себе знать. Та самая плотная оборона, те самые трехи, мы вновь все это увидели. Ко всему прочему, активный лайврик, Геффорд, все дало Далласу второе дыхание. Селтикс явно такого не ожидали и в какой-то момент выглядели просто шокированными и даже потерянными. Но способ вернуться был. И этот способ прост и не нов. Он постоянно был задействован и так. Бейте в луку Дончича. Вот как он звучит. И Бостон руками Джейлина Брауна бил. В итоге добился до первого в карьере славянца фоулаута в плей-офф за аж 4 минуты до конца. На смену вышел, не смейтесь, Тим Хардвей, о котором, кажется, мы немножко подзабыли. И пусть в обороне он что-то делал, в атаке он был просто, ну, мягко говоря, плох. Даллас чуть побрыкался, но Бостон уже явно вновь забрал игру под свой контроль. Без нервов, без дерганий, пара нужных забитых от Уайта, Брауна и остальных и 106-99 матчей есть. 3-0 в серии, соответственно, тоже. О соотношении камбэков и некамбэков в таких условиях вы знаете сами. По игре скажу вам так, у Далласа был сегодня лучший шанс вернуть интригу в этой серии. Они им не воспользовались. А вот почему из-за собственной слабости или столь великой силы Бостона, напишите в комментариях. Пока выводим статистику на экран, изучайте, ну а мы погнали к новостям. Одна из главных новостей этого дня – уход из жизни Джерри Уэста. Один из наиболее повлиявших на баскетбол людей скончался в возрасте 86 лет. Настоящая легенда, создавшая не одну чемпионскую династию. Здесь сложно подобрать правильные слова, кроме как в очередной раз поблагодарить Джерри за все, что он сделал для этой прекрасной игры. Возвращаясь к новостям финалистов, сообщаем вам о потерях Селтикс. Про травму Порзе мы вскользь упомянули. Добавим лишь то, что, скорее всего, больше его на паркете в этом сезоне мы не увидим. Когда бы серия не завершилась, ожидается, что до ее конца Бигмен Бостона не сыграет. Ну и завершим наш новостной дайджест апдейтом по гонке за место главного тренера Лейкерс. Новым лидером стал ассистент наставника Пеликанов Джеймс Баррега. Сейчас именно он опережает Джей Джей Редика и всех остальных специалистов. Как вам такое потенциальное назначение? Поможет Озерникам? Интерактив. По шкале от 1 до 10. Насколько вы верите в камбэк? Ладно, черт с ним. В хотя бы одну победу Далласа. Цифру напишите в комментариях. Подписка, лайк. Все это тоже очень будет кстати. Заранее большое спасибо. На этом прощаюсь с вами. Увидимся на All About NBA. Дмитрий Хамедулин. Всем пока.